Полагались ли бинокли вперед смотрящим? Рассказывает Парк Стивенс Спор о том, полагались ли бинокли вперед смотрящим, ведется уже долгое время. Экс-второй офицер Дэвид Блэрд сошел на берег, оставив в шкафчике бинокли, запер и забыл вернуть ключ Лайтоллеру, заступившего на его должность. Это неправильное утверждение. Матросы запрашивали о биноклях, но Лайтоллер был одним из тех офицеров, которые считали, что вперед смотрящим они не полагаются. Я с ним согласен. В свое время я проходил учебный курс вперед смотрящих на военно-морском флоте. Главное правило, которое нам привили на курсе обучения, не использовать бинокли для поиска объекта в открытом океане, так как они существенно ограничивают поле зрения. Это требование относится к использованию современных биноклей, не говоря уже об оптических приборах начала 20 века. Тебя обучают основной задачи сканировать горизонт, высматривая любые аномалии. Ведь периферическое зрение дает нам значительно большее поле зрения для их обнаружения, в отличие от ограниченного обзора через бинокль. Если вы смотрите через бинокль, периферийное зрение исчезает. Поэтому пользоваться биноклем ночью в открытом океане не следует. Он используется только в том случае, если опасность уже обнаружена человеческим глазом, и ее необходимо идентифицировать. Важно запомнить, что в обязанности впередсмотрящего не входит идентификация объекта. Его цель – поднять тревогу и доложить, что замечен объект. Далее эстафету принимает дежурный офицер, у которого всегда под рукой имеется бинокль. Он с его помощью идентифицирует аномалию и принимает решение о дальнейших действиях. Идентификация – обязанность офицеров, а не впередсмотрящих. Им бинокль не нужен. В современной практике выдача впередсмотрящим биноклей – это индивидуальное решение старших офицеров. Одни выдают, другие – нет. Вайтолев придерживался второго варианта. И поэтому он сознательно не передал матросам бинокли. Почему? Возможно, у него было принципиальное мнение на этот счет, как и у меня. Или бинокли компания Уайт Стар Лайн выпускала персонально для каждого офицера. Если какой-нибудь член экипажа выбросил бы маркированный бинокль за борт, ответственность стегла бы на плечи офицеров. И такое могло быть. Есть и практическая причина не давать бинокли впередсмотрящим. Теперь обратимся к другому заблуждению. На «Титанике» должен быть установлен прожектор. На мостике знали, что впереди лед. Поэтому направили бы туда прожектор, чтобы предотвратить столкновение. Во-первых, никто не знал, где конкретно окажется ледяная глыба. Капитан Смит проинформировал о местонахождении льда в обед перед катастрофой. Лайтоллер отправился в свою каюту, где рассчитал приблизительное появление льда. Он решил, что «Титаник» войдет в ледовое поле во время его смены. Второй офицер передал информацию Мэрдеку. Они знали, что окружены льдами. Во-вторых, прожектор используют только в том случае, если вы знаете, что идете точно на лед. Тогда его включают и направляют в одну точку впереди по курсу. К чему это приводит? К ограничению видимости. Будет освещено пространство, находящееся в луче прожектора. А ночное зрение уже не поможет увидеть то, что находится за его пределами. Вы можете возразить, хорошо, я ничего не вижу вокруг себя, но по крайней мере я могу видеть то, что находится передо мной. Это разумно. Но когда вы идете со скоростью 22,5 узла в открытом океане, вероятно, нет. Прожектор разрушает ночное зрение. А ночное зрение – это важнейший механизм восприятия света в условиях относительно низкой освещенности. И только на него может полагаться офицер. Вы не можете ограничить себя тем, что видите в луче прожектора. Нужно вести наблюдение за окружающим пространством. В противном случае можете не заметить приближение Стокгольма, форштевель которого вонзился в борт Андреа Дори. Его не увидели. На этих судах не было радаров. Они полагались исключительно на человеческое зрение. Ему не нужно создавать искусственные помехи в виде высокоинтенсивного направленного потока света. Что касается биноклей, я не считаю, что впередсмотрящим они необходимы. И я не думаю, что их отсутствие стало причиной, почему они вовремя не увидели айсберг. А что касается прожектора, я считаю, что его использование не помогло бы Титанику, а только бы ограничило видимость и нарушило ночное зрение, усугубив ситуацию. Переведено и озвучено специально для историко-исследовательского сообщества «Титаник». Продолжение следует...